С вами снова Денис Кухта. Сейчас я нахожусь в Альпах возле замка Фланкенштайн. Фланкенштайн. И хочу вам его показать. Опять же, снимаю все одним кадром. Я проезжал мимо, увидел замок, без понятия, какого он века. Сейчас мы это все посмотрим. Возможно, где-то есть таблички. Посмотрите позади меня. Какая красивая церковь. Какая красота здесь открывается вообще повсюду. Потому что я нахожусь высоко-высоко в горах. И сейчас я вам все покажу. Вот, если посмотреть, вот здесь я припарковался. И там вот такой красивый вид. Давайте мы посмотрим все. Все снимаю. Опять же, одним кадром. Без монтажа. Бург Фланкенштайн. Где можно не только поесть, но и переночевать. Вот такой крутой Харли Дэвидсон. Видите? Такой чоппер. Здесь мы видим, уже предлагают нам салатики. Здесь нам предлагают гуляш. 12 евро салат. 7 евро. И вот такой крутой парень стоит. который нас встречает с мечом. Опасный, опасный, опасный парень. Надо осторожно. Такая, друзья, красота. Как везде по Австрии. везде история. И очень-очень интересная и древняя история. Поехала почта. Ну что, мы прогуляемся. и посмотрим на сам замок. Так, машина я закрыл или нет? Да, машина закрыта. Бург называется Планкенштайн. Планкенштайн. То есть, замок называется Планкенштайн. Вот так он уже выглядит. Выглядит красиво. Видно, что ведется какая-то реставрация. Стоит кран. Вот здесь я припарковался. Вот. Вид на церковь. Так, мы знаем уже, что это замок 12 века. Ему 800 лет. И именно здесь проходила римская дорога. Если проходила римская дорога, значит, это 4-5 века. Возможно, даже 3 века нашей эры. И мы посмотрим сам замок. Хо-хо-хо. Так. Обожаю звон колоколов. Субтитры создавал DimaTorzok Видите, друзья, вот этот камень? С таких камней, с такого гранита строились римские дороги. И эти дороги, друзья, строились и держали веками, даже тысячелетиями, я бы сказал. Здесь написано, что все дороги ведут в Рим. Римляне были лучшими специалистами по строению дорог и по строению мостов. Римские дороги до сегодняшнего дня проходят через части Европы и тянутся через всю Европу. Но для того, чтобы сделать хорошую дорогу, им нужно было ее прокладывать и укреплять вот такими слоями камней, чтобы она была надежная. Мы сейчас прочитали, что 96 километров римские солдаты и шли всего лишь за 30 часов пешком, преодолевая высоту в 3000 метров. через Римскую империю проходили дороги 80 тысяч километров. Вот это круто! 80 тысяч километров тянулись римские дороги, друзья, через всю Римскую империю. Также Римская империя проектировала не только дороги, но и мосты, полукруглые каменные мосты, которые практически некоторые дошли до нашего времени. Или также римляне придумали отопление в Фусбоденгайцинг, это отопление в полу, да, половое отопление не звучит. Ну, короче, отопление, которое проходит в полу. Через так-так-так-так теплый воздух проходил через каналы и подогревал пол. Вот так вот. Вот такие мы знаем, друзья, сейчас новости. И мы уже направимся окончательно к замку. Конечно же, я удивляюсь, как такое в 12 веке можно было строить, но это были самые лучшие специалисты. Давайте мы зайдем к замку, посмотрим его снаружи. Смотрите, какая башня. и какой красивый вид. И не души. Я опять один. Я опять один. Нету никого. Выглядит все очень-очень круто. который был построен в 12 веке, друзья. Мы проходим его основные ворота. Опять нас встречает стража. Королевская стража с мечом. Видите, какой меч. правда, не настоящий. Эльфентурм. Вау. Башня эльфов. Ага. А вот и сам замок. Посмотрите, посмотрите, какой он. Огромный, старый. и сейчас он реставрируется. Несколько машин есть. Это все реставрируется. Интересно. И он, ну, как и все замки, большинство замков был посажен на верхушке скалы. Вот мы видим, скала заканчивается и начинается замок. Так как скала это лучший фундамент на тысячелетие. При этом есть зарядка для электромобилей. Вот вы видите, Тесла, а не только Тесла, есть зарядка для электромобилей. Здесь они устраивают какие-то мероприятия. Еще одна зарядочка. Видите, замок 12 века, но для Теслы всегда найдется зарядка. Старый плуг. Ну, круто, круто. Там находится таверна. Можно кто подняться посмотреть. Ага, как красиво. Как красиво здесь. Вау. Вау, какая красота, друзья. Что я вижу. Посмотрите, как круто это все выглядит. это действительно замок эльфов. Видите? и вот уже написано, что мы сейчас находимся на высоте 673 метра. Замок Планкенштайн. Ну, конечно, очень много здесь переделали, но все равно выглядит все очень-очень круто под старинку. Видите? Какая красота. красота. И здесь можно поесть, выпить пиво. Такие вот ступеньки. Круто. Очень круто. Крутое место, конечно. Здесь как колодец. Ну, что, направимся дальше, посмотрим, что здесь еще есть. Вау. Все такое дрение. Направимся дальше, но вот эти ребята мне очень нравятся. Эти ребята мне очень нравятся. Стоят, правда, мерзнут. Круто выглядит все. так, это еще не все. Это еще не все. старые ступеньки. Ступеньки. Надо было все-таки взять курточку прохладно сейчас. Но это замок или это хозяин, который помешан на эльфах. так, это таверна здесь была. А дальше написано турнир плац, то есть площадь или площадка, где устраивались турниры, где настоящие рыцари сражались за сердце дам, за сердце женщин. вау, 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 вау. Здесь можно также спуститься вниз и пойти куда-то вниз. Далеко, далеко, далеко. Но я туда не буду спускаться. Вот так он выглядит. Видите? Все такое древнее, все такое старинное. Очень круто. Так, римская дорога проходит здесь. Римская дорога. Вот это цепь. вот это цепь. Цепь так цепь. И что здесь у нас еще есть? Лодка? А зачем здесь лодка? Зачем здесь лодка, друзья? Может кто-то мне подскажет, что вау, какая красота внутри. О, все по-богатому. Это в этом замке. Это в этом замке такая красота. Все, здесь нужно будет делать свадьбу. Вот уже стол готов. Вот здесь нужно устраивать свадьбу. Ну или в этом зале. Жених уже на столе. Вы видите, что жених уже на столе. Так, здесь еще есть какой-то подъем. Давайте мы поднимемся и посмотрим. Вот это место я нашел. Случайно просто ехал и увидел замок указатель. Ехал 9 километров и приехал вот сюда. и лодка. Зачем она здесь? Эта лодочка. Так, ну давайте посмотрим, давайте посмотрим, что здесь есть интересное. А, это кто-то эту лодку реставрирует. Видите, идет реставрация лодки. Реставрирует лодочку, а мы поднимаемся опять какое-то место интересное. Охо-хо! Какие скалы! Какие скалы! Ну, друзья, очень круто! очень круто! Охо, так здесь еще и выше и выше можно подняться. Лавочка. Римская лавочка, друзья. Куда ты зашел? Вот Денис. Ну, не сидится Денису дома. Опять куда-то забрел. Все, я ушел в лес. Красиво здесь. Неужели я пришел куда-то? А куда? непонятно. Но куда-то я пришел, друзья. Так. Офигеть! Офигеть! Ну, друзья, съемка одним кадром продолжается. Мы идем сейчас по мосту здесь стекло. Видите? Оно не лопнет от меня? Я вроде бы уже похудел, но не знаю, не знаю. Блин! Как круто! Сколько здесь места! Здесь можно гулять и гулять, друзья. какие бы здесь фоточки получились, правда? Я думаю, что здесь фоточки получились очень крутые. Ну, очень крутые. Ну, что? Еще выше? Куда уже выше? Куда еще выше? если я сейчас туда приду и там меня будет ждать русалка, это будет большой бонус. Хотя русалок здесь точно нету в лесу. Русалки в море. Посмотрите, какая высота уже. Почему я только курточку не взял? Холодно. Хотя я иду, вроде бы согреваюсь. Короче, сюда надо приезжать с девушкой, потому что здесь очень много таких классных мест романтических. Видите, одному здесь нечего делать. Нужно приезжать парочками. Парочками и налавочками. Так, ну что, куда я пришел? Видите вот это цепь, да? Это для альпинистов цепи. Вот, для альпинистов. Вот оттуда они лезут по скале и вылазят сюда. А, здесь площадка. Вау, круто. Здесь огромная площадка. Я уже пришел. Так, неужели здесь можно еще спуститься вниз? Круто. Так, ну что, друзья, смотрите, какой красивый здесь обзор. Обзор здесь просто идеален на Альпы. Правда, я уже не вижу, где этот замок. замок где-то там остался вот где кран. Но выглядит все очень круто. Вот это я видео для вас снимаю, друзья. Вот это видео. И главное все одним кадром. Вау! Там проходят театральные постановочки. Вы видите, как такой местный театр средневековья. Ну и потрясающий вид на окрестности. потрясающий вид на окрестности. Ах, красота. Вау, 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 вау. Все понятно. Здесь проходит тусовка. Здесь проходит тусовка. Там даже кто-то гуляет. Какой-то мужчина, видите? Мужчина с женщиной гуляют. Здесь проходит, друзья, тусовочка. Там стоит мотоцикл старый. Да, да. красиво жить не запретишь. Целуются. Алло, ся вас. Целуются, видите, да? Круто. Вистицю, Фелик, во рита, плацис? Не плацис, плацис. Да, вы дэнги, бойде? Я, да. А, окей. Окей, дэнки. Вот мне девушка сказала, что это место, это площадка для рыцарей, где они сражались за свою даму. Это вот это место. Вот это называется Риттерплац. Я думал, оно будет побольше немножко. Вот здесь они сражались, наверное, на сцене или как. И вот так это все выглядит. Круто. Что мне очень нравится, друзья, это то, что австрийцы очень открытый народ. Очень дружелюбный народ. Открытый, щедрый и ну всегда, когда тебе нужна помощь, австрийцы тебе помогут. По крайней мере, с теми, с кем я сталкивался, мои одноклассники, однокурсники, все супер ребята. До этой поры я с ними в контакте дружим. Ну что, будем спускаться вниз? Блин, страшно спускаться, я даже не знаю, здесь такие камни. Что делать? Спускаться или не спускаться? ДАСИ СДИ ФРАГЕ. Давайте, если мы уже здесь гуляем, тогда мы уже спустимся, но видео получится долгое. Видео получится долгое, кому надоело смотреть, можете выключать, а кому интересно, куда Денис дойдет, оставайтесь дальше и смотрите, потому что никто не знает куда Дениса занесет. Да уж, круто. Собачка миляет хрускат. Сузис. Видите, здесь везде можно погулять. Что это такое наверху? Что это за красота такая наверху? Так, ладно, пойдем к тому месту, где сражались рыцари и посмотрим, что же там происходит. Интересно или есть внутри экскурсии. Вот это очень интересно или есть внутри экскурсии. друзья, это место, где сражались и, возможно, еще до этой поры сражаются самые стойкие, самые бесстрашные рыцари. Видите, какая красота? Вот это турнир. Турнир плац, так называемый по-немецки. очень круто. Очень круто. Да, здесь написано турнир плац. Та-дам! Я на месте. Я на месте, друзья. Что здесь происходит? Что здесь они сделали? Ну, вот это они дают. Дерево с корнями подцепили, под подцепили, я бы сказал, они подцепили, подцепили под крышу. Видите? Здесь корни, здесь подсветочка, здесь дискотека, здесь колонки стоят, и здесь проходят какие-то выступления. Это что у нас за аппарат самогонный? Что это такое, друзья? Я думаю, что здесь проходят спектакли, что здесь проходят мюзикли, мюзиклы, и я думаю, что здесь очень-очень-очень-очень круто, когда это все происходит. Смотрите, старая тележка осталась, может быть, тоже какая-то декорация. Да уж, класс. Даже есть туалет, но супер. Все как должно быть, друзья. А это что такое? Какая-то тетенька стоит. Вот это стремно. Да, вечером здесь я не хотел бы гулять. Такое вот чудо вперед стоит. Там машина. Ну, ясно, круто. Что еще сказать? Круто, круто, круто. Здесь еще что-то стоит. А, здесь туалет. Здесь туалет. И здесь стоит автомобиль. Здесь стоит автомобиль. О, здесь стоит автомобиль, старый автомобиль. Ну, туалет сейчас, наверное, закрыт. Да. Туалет сейчас закрыт, потому что нету представления. какие-то эльфы здесь живут. Вау, 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 вау. Хочу вам кое-что еще показать, потому что такого вы еще не видели. Как мне туда подняться? Я увидел лошадь, друзья. Такой лошади я еще не видел. Железная лошадь, но не просто железная. Сейчас мы это все посмотрим. Вот теперь мне стало жарко уже. Вот теперь мне стало жарко. Вау, здесь можно гриль делать. Здесь можно спрятаться в такой гротте от дождя. Видите, какие красивые лавочки? Ну, здесь холодильники. Выглядит все очень круто. Кто-то тоже, да, столько всего сделал. Ничего себе. Как какие-то кости. Как какие-то кости. Вот. я в шоке. Что это за конь? Как его зовут? С чего он? С машины? Так это Iron Man. Друзья, это Iron Man. Это железный человек. Но это не железный человек, это железный конь. Посмотрите, у него копыта, подшипники. Копыта, это подшипники, которые еще внутри есть шарики. У него амортизаторы между ног. Ой, не между ног, а место ног. У него амортизаторы вместо ног. И написано, друзья, Toyota. Ну блин, опять японцы. Почему не австрийцы? Toyota. Надо было написать BMW, хотя бы немцы. Или Porsche. Ну я в шоке. Вот это да. Вот это круто. посмотрите, друзья, а это просто с велосипеда звездочка. Видите? Это без понятия, наверное, какое-то сцепление. Очень-очень круто выглядит. Очень круто выглядит. Видите? Смотрите, вот свеча. Вот свеча. С машины свеча. Круто. Вот вот цепь. Вот такого я еще не видел. Такой лошади я еще не видел. А хвост, так это вообще оригинал. Видите? Хвост из цепей. Круто. Сколько это надо было сделать? Сколько здесь какие-то гайки, какие-то шестеренки, какие-то звездочки. да уж. Человек, конечно, много всего сделал интересного. Ну и здесь также проходят какие-то мероприятия. Да. Круто. Ничего не скажешь. Так, ну что, друзья, сколько у нас получилось? 28 минут, полчаса. Наверное, на фоне этой лошадки, друзья, я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилась такая онлайн прогулочка с Денисом Кухта, гидом и блогером в Вене и по Австрии. Сейчас пойду, схожу в таверну, выпью кофеек и после этого уже направлюсь, друзья, направлюсь дальше в сторону Вахау, город Мельк. Все, до новых встреч, увидимся очень-очень скоро. Пишите, комментируйте, как вам такой замок, интересна ли вам была история про Римскую дорогу 651 и оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а я вам говорю, до новых встреч, и пока!